Мужчина тоже не похожа особо. Мужчина такой и есть. Вы даже посмотрите на вождей атеизма. Фридрих Эйнгельс, Карл Марс, Ленин. Во всех иконах, апостолы. Все с бородами. Лев, Толстой, Достоевский. А вы-то на кого похожи? Подкаблучники. Вам не бабы руководят бы их? Отчего ты взял, что я подкаблучник? А потому что без бороды это власть. Вы власть эту добору отдали на подпупную красоту женскую. Мужик, мы не будем же спорить о том, что бороду сам человек не ростит. Она растет. Это Бог так взял. А если у женщины какие-то гормоны сбились. И у мужчины, если не растет, значит он евнух. Кострат. Неспособный к семейной жизни. Причем если не растет или растет? Если просто это для удобства. Удобства. Через голову штаны надевать. Женщин всех переодели в штаны. Удобно. А на кого они похожи, каракатисы? И возьмите, когда мусульманки идут, одетые хиджабы. Люба, мило посмотреть. Американские женщины написали письмо. Мусульманкам говорят. Как вас мужья любят, как вы одеты. А над нами насмеялись. У нас их груди все открытые. Без платка. А ты знаешь, что от бороды раздражение бывает у людей? Никогда. Борода предохраняет человека. Не мерзнет ни внизу, ни вверху. И пыль какая. Отряхнул и все. А вы каждый день бреетесь и бреетесь. Вот я 57 лет. 58 даже теперь. В руки бритву не брал. И никакой заботы нету. Помылся раз и все. Так вид-то человека, мужчина, любой издалека видит. Это аксакал. А то... Да какой аксакал? Ты что, в древнем веке что-то живешь? Какой аксакал? А вы знаете, где я живу? Я не знаю, где ты живешь. Но ты живешь в современном обществе. А в современном обществе. Да не по-современному живем. Вы живете в России? Ты же не можешь сейчас отрицать то, что... Только вы сейчас не отключайтесь. Не отключайтесь внезапно. Смотрите, вы в России живете? Ну и что? В России полностью разрушено, уничтожено 21 тысяча поселений, сел. И 10 тысяч дышат наладо на 1-2 человека. И мы первые в стране получили землю и христианское православное поселение. Селисья может, кто докажет, не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Это где? Алтайский край. Мамонтовский район. Поселок Потеряевка. А я Лапкин Игнатий Тихонович. На публику, что ли, сейчас говоришь? У тебя там подписчики какие-то или что? Вы можете зайти на наш YouTube. И там это все увидите. А если по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин, я скину на наши ресурсы. Ресурсы огромные. Просто нет таких в интернете. Нету. А ты, подожди, а ты сейчас пишешь, что ли, да, или что? Ну да. А зачем? А как зачем? Хорошие всегда должны люди знать. Мы все показываем. Мы не лепляем, не добавляем ни одного слова. Ни одного. А что значит хорошего? Должны знать хорошего. Хорошее подражание. Вот я, допустим, знаю, что, как Нургалиев, министр, сказал, три с половиной миллиона беспризорных. Мне Господь позволил создать лагерь православный. Я 45 лет его начальник. Без помощи государства тысячи детей подняли. Ни рубля не дали. Да это пускай. Я тебе сейчас за тему разговариваю. Мы за бороду. Давайте про бороду. Смотрите. Мы проехали. Мне Господь позволил, но я преподавал в разных университетах, отвечать на вопросы. В милиции, в бойницких частях, три радиопрограммы. И у меня вышло из печати 38 томов книг. И Господь положил мне на сердце подарить библиотеке мира. Мы проехали Турцию, шесть мусульманских республик. Я только сейчас с чеченцами разговаривал. В каждом из них оставлял полный комплект книг. Мы дошли до Владивостока, потом до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. И мы видели разных людей. И мусульман, настоящих, все с бородами. Ну и что? Все сравнивают. То ли это стоит женщина, которая неизвестна, как одета там, как ракатится. Нет, подожди, почему женщина? Потому что женщина слушается мужчина. Она тогда женщина, когда стоит позади мужчина, а не впереди. Хорошо, давай я тебе, я тебе сейчас примеры приведу. Давайте. Ну все руководители государства, они все без бороды. Они что, женщины? Что за вопрос-то? Ну вот, допустим, Турция, мусульманская страна. У них президент Эрдоган. Да. Он не бородатый. Что, он женщина, что ли, по-другому? Он не прав. Если умрет, ему 40 ударов палкой будет. А они не настоящие мусульмане. Настоящие мусульмане, в других приезжают, которые на встречу с Путиным, они все с бородами. Я вижу это. Почему тогда без бороды управляют бородами? Безбороды управляют бородами? Ну, вопрос-то не об этом. Речь о том, что Бог так сотворил. Сатана многим управляет. Но что сделаешь? Господь допустил. А почему Господь допустил, чтобы Сатана... А до того, чтобы испытать нас, на что мы способны. И дает возможность показать свой героизм. Так я не понимаю, чем борода может помешать чему-то. Я вот это так и понять. Ну, хорошо. Почему она борода не мешала Достоевскому, Льву, Толстому? Почему? Ну, потому что, понимаешь, время идет, века меняются, года, какой-то прогресс наступает, люди что-то изобретают. Бороду брить – это прогресс. Мужской образ изменить в бабье – это прогресс. Да вы что, мужик, разве так можно говорить? Это не прогресс, а наоборот, регресс. Да я тебе не говорю про то, что изменить что-то. Просто, ну, есть кому-то удобно, кто-то бреет. Нет, неудобно. Это покорность Богу. Если в малом не вере, над многим Бог не поставит. А Бородерьевич, вы зайдите на наш сайт и там обрадобрите. Все подробно у меня сказано. Книга к истинному православию. Вы даже посмотрите, вот католики сегодня бреются, а картина вот передо мной висит. Сексинская Мадонна, Папа Сик с бородой. Все иконы, все апостолы, пророки, все с бородами до одного. У Давыдова вслух, когда половину бороды отрезали, он их не пустил в Иерусалим, а в город проклятие Иерихон. Сидите, пока отрастут бороды. Они были очень обесчищены. А когда Дину изнасиловали, уехали, она обесчищена. То есть брить бороды – это хуже изнасилования. Ты понимаешь, ты живешь по каким-то старым канонам. Уже же мир меняется. Не меняется. Мир меняется, а истина остается одна. Знаете, вот у нас законы наши в Египте неприменимые. В Китае нет. А Библия и ее законы. Три с половиной тысячи лет для всех государств и 2896 наций считают превыше всех законов государственных. Хорошо, смотри. Если мне неудобно с бородой. Я пытался отращивать бороду, да? У меня растет борода. У меня все нормально. Да. Но мне неудобно. Мне неприятно. Она чешется. Мне неприятно. Почему я должен терпеть это? Вообще для чего? Да вы ничего можете не говорить. И так у нас написано, кто любит мир, в том нет любви в очередь. Дружба с миром есть вражда против Бога. Это прелюбодеи и прелюбодеицы. Якова 4 глава 4 стих. Я Богу покорен, а не потому, что удобно. Слова в христианстве этого нет, как войну. Надо. Слово надо на первом месте. А не то, что... Ты, получается, навязываешь свою какую-то религию. Нет, не мы навязываем. Это закон Божий. Мы ничего не навязываем. Просто беседуем. Закон Божий. Какое все значит закон Божий? Я повторяю, что у нас главная книга... Вот, повторяю еще раз. Смотрите. Не, подожди. Я сейчас беседовал с мусульманами, а они безбородные. Я показываю. Это ваша книга? Ваша. Я понял. А ваш предводитель, я говорю, с бородой был, с бородой. А кто вы такие? А если человек не верит, то что он как... Повторите еще. Что там написано? Я не слышу. Я говорю, а если человек неверующий? Зачем? Ну, неверующий с него спросу нет. Неверующий с сатаной идет в ад. С ним разговоры нет. За хвост, да в яму. А у тебя есть это доказательство существования ада? Ну, я не знаю, как вот доказательство. Знаете, вот... Нет, только ты не знаешь. Я сейчас... Нет. Как вам ответить, чтобы ваш мозг поспринял? Вот смотрите. Истина, она всегда одна. Строй идет, меняется. А Евангелие от Иоанна 14,6 написано. Я есть им путь истины и жизни. Христос с бородой. Все ушло. Я должен подорожать во всем. А есть аргументы, что есть... А не надо аргументов. Адама сотворил Бог, а Дева из ребра. Да это не... Что из ребра-то? О Дарвинках. Сегодня вышел маленький ролик. Вы запомните. Называется «Интервью с дьяволом». Вот такой интервью, вот как наша беседа. Маленький человек от истины отступит. Он уже мой, говорит. Мой. Так здорово поставлено. Что мой? То есть дьявол, как соблазняет людей. Вот смотрите, я хотел на это сказать вам. Мы с бородой. Ну и с бородой, какая разница. Но сердце мое, рожденному свыше. Я в 23 года Библию получил в руки. И 57 лет этим путем иду. Мне 80 лет. И вот мне Бог положил на сердце. Насчитать Библию. Ее нельзя было купить. Я ее насчитал, распространил. Дальше 12 томов Иоанна Златоуста по 850 страниц. Насчитал, распространил. Но тут появляется в стране архипелаг ГУЛАГ. Я первый в стране распространяю его. И власть меня закрыла. Я прошел 5 тюрем и лагерь. Но в тюрьме, когда уже суд вынес решение, у меня близкие отношения установились с начальником тюрьмы, бороду мне не трогали. Но вот меня привезли в лагерь. Я говорю, бороду брить нельзя. Они говорят, у нас устав. А я нахожусь среди щеченцев. Меня направили-то туда, среди мусульман сказать. И вот они принесли белую простынь, расстелили. Пришел политотдел Кудеринов. Это город Жанаташ, Жамбульская область, Казахская ССР. А встреча щеченца. И у него руки дрожат. Он говорит, у меня руки не дрожали. Почему они дрожат-то? И говорит, а меня на галах не нахажут, что я делаю? Я говорю, ты подневольный, как и я. А я сижу, у меня слезы текут. Бороду собрал. У меня две бороды. Одна дома в конверте. Я вынес ее оттуда. Слушай, подожди секунду. А у вас не одной. Ты можешь соответствовать на вопрос? Ну, давайте. В чем смысл жизни? Смысл жизни в том, Матавелов долго искал ответ. Если по-простонародному спасти душу и быть в раю. Но Серафим Саровский ответил не так. И я нахожу, что из всех святых отцов более компактно сказал он, стяжание Духа Святого. Три слова. Мартин Лютер когда говорил, в мире есть одна книга, Библия и одна личность, Христос. Все остальное тянется к ним. Два пункта надо выполнить. Родиться свыше от Духа Святого. И жить в Духе Святом. И Дух Святой открывает правду, говорит человек, или лжет. Я даже знать не знаю. А Бог это все показывает. Вам это, если не верующим, вы скажете, да вы напускаете на себя. Но то, что я говорю, это понятно всем безбожникам. Что это за объяснение? Я объяснил. Другого нету. Стижание Духа Святого. Все делать так, как угодно Богу, чтобы больше благодать Духа Святого была. Жить. Пожертвовать всем для Бога. Для чего жить нужно? Чтобы делать так, чтобы Богу усоверить? Да. Три ступени пройти. Первый. Отвергнись себя. Вот свое. Не защищайте я. Первый. Отвергнись себя. Возьми крест. Следуй за мной. Когда Петра спросили, что делать. Деяние апостолов. 2.38. Он говорит. Покайтесь. Запятая. И докрестится каждый из вас своими Иисусом Христом для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Опять три ступени. Я понял. А для чего все это нужно? Для чего? А для того, чтобы коротенькую жизнь для Бога быть. За гробом другая вечная, бесконечная жизнь. И рай, и а. Другого нету. А почему сразу нельзя дать вечную жизнь? Знаете, я вам отмечаю. Вы не успеваете даже принять, запомнить. И опять другое. Легкомысленно ведете себя. Заметьте. 2 миллиарда 200 миллионов христиан. 2 миллиарда мусульман. Почти 2 миллиарда буддистов. Безбожников. Агностиков. 8,5%. Но на них падает 99,9% всех преступлений в мире. Потому что, как Крупска сказала, религия узда для масс. Сбросили узду. Все позволено. Иди, выдумай, пробуй, как Маяковский писал. Хорошо. А ты смотри тогда, можете еще мне объяснить один? У вас что-то такая темнота прямо сзади. У вас света что, нету там? Да я просто в машине у меня нет света. Смотрите. Давайте. Смотрите это. Вопрос один. Если Бог есть, да? Почему тогда случались такие войны? Все, я отвечаю вам. Все понятно. За что они виноваты, эти люди, которые умерли? Я отвечаю. Отвечаю на это. Этот ответ, отвеченный был в 4-5 веке, Иоанном Златоустом. Самый великий проповедник. У нас город Златоуст в России есть такой. Я знаю, да. Он говорит просто, есть Божий суд на перстнике разбрата, есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону Злато, и мысли дела он знает наперед, Лермонтов писал. Так Златоуст говорит, Бог справедливый. Все отвечают, да. Язычники все говорят, да. А на земле справедливость? Нет. В войны, дети погибают. Несправедливость? Нет. Гитлер говорит, сам с собой не покончил, а где-то там в Аргентине, Бразилии доживал. Ну, к примеру, так. Так вот, наша совесть подсказывает, если справедливость не торжествует, то Бог не прав. А Бог прав. Значит, она восторжествует в другом месте. Где? За гробом. Когда тогда все воскреснут, и тогда воздастся всем этим поджигателям войны, а дети будут в раю. А для чего он это делает, чтобы мучились здесь? Вот все, ответ, ответ. Вам ответ я дал. Для чего Богу? Вопрос задавайте. Вот заметьте. Почему? Вам сколько лет? За Бог такой, который дает такие мучения. Я понял. Чтобы нам понятно было, сколько вам лет? Мне 32. Мне 81 год. 81. Ясно, что вы мне годите в сыновья. Даже, может, во внуки, наверное. На 43 года старше вас, правильно? Можно даже во внуки, наверное. Да. Так вот, чтобы что-то знать, я 57 лет непрерывно учился, когда обратился к Богу. Непрерывно. Спрашивает, по сколько? Примерно по 10 часов. Почему? Я сон сократил до 2,5 часов. Это Господь сделал так. И то, что я узнал, не откуда-то, а конкретно. Ну вот представьте, у меня 38 томов вышли. Решил подарить всем библиотекам мира. И мы из Барнаула проехали в Владивосток. Отсюда Лиссабон. Прибалтика, Скандинавия. Я перед всеми людьми в Америке много ездил. И скажу, без Бога не до порога. Везде двери открыты. Нас мусульмане как родных принимают. Мы молимся, нас в обиду никогда не дадут. Я был когда в тюрьмах, в лагерях. На моих глазах убивали людей. Ко мне пальцами никто не прикоснулся. Это большая разница. Я думаю, что человек верит в Бога, потому что ему так проще. Проще? Он не может понять, он точнее не может смириться за тем, что там ничего нет. И ему проще верить и на кого-то полагаться. Только сильные люди могут не верить. Ну давайте так. Вот мы едем в вагоне. Мы временные везде. Татарин сидит рядом. Студент. И студент говорит. Ну вы говорите, вот Бог, Бог. Вот сейчас возьму я тряпку половую. Намочу водой. Пока с Владивостока мы едем. До Москвы доедем. И там увидите, разные насекомые появляются. А он татарин. Он не очень хорошо по-русски. Говорит, ну понятно. И говорит, ай, не хорошо. Взял Божья тряпка. Полил Божьей вода. Божий букашка вылез. Вот мы едем. Тогда я ему говорю. Скажите, вы совсем Бога не верите? Нет. Умер и дальше ничего нету? Нету. Давай так. Пять минут. Пять минут вы правы, а пять минут я. Пожалуйста. Вот. Ну давайте начнем с того, что вы правы. А я не прав. Я верю в Бога, которого нет. Мне так легче. На кого-то возлагать. Как Бог даст? Ну да. Я его знаю. Я говорю. Ты верующим был? Не был. Не был верующим. Не был верующим. Поэтому верующим как ты судить можешь, когда дня не был-то. Но все-таки. В твоих глазах я верю в то, чего нету. Этим сказано, что я дурак. Ну, как Путин говорит, придурок там или как-то. Ну что так? Ну как? Верю в то, чего нету. Я же этому и детей своих учу. Так вот смотри. У вас разводов сколько? Ну сегодня 86,5%. Статистика. У нас ни одного. 86. Заметь. Как выгодно быть верующим. Дальше. У нас нет воровства. Мы строим православную деревню. Кто не пьет, не курит, не матерится, не ворует. У нас двери открытые. Нет. Подождите. Я закончу. Я на ваш вопрос отвечаю. И вот, заметьте. Я живу, у меня друзья. Мы не пьем. Вот я мясо не ем 57 лет. Вы будьте добры, выслушайте. Ответ задали. Библия говорит, глуп, кто не выслушав, дает ответ. Так вот, пять минут вы не можете выдержать. Я ему говорю, вот вы учитесь, и мы учимся. У вас сколько с красным дипломом? Да какой диплом? Девки за парнями. У нас почти 100% с красными дипломами. Им лучшие места дают. Дальше. У нас все при нас остается. Вот мы не идем служить в армию, альтернативная. За больными там ухаживают где-то. У нас все живые люди. У вас, я больше ничего не потерял, так же живу. Мне 80 лет, я еще таблетки ни одной не съел. Он согласился, что у вас чище, лучше. У нас ни матерков нету, дети этого не слышат. Все при нас. Теперь, теперь я прав, а вы не правы. Я очень коротко. Ты жил, Бога не верил. По-нашему все теперь. И там есть райад. Ты в аду будешь гореть вечно. Ты проиграл все. Как один рассказ есть, доктор языка, филология там, спрашивает матроса. А вы знаете, что такое вот и философия, там грамматика, христоматия? Он говорит, не знаю. Ты полжизни потерял. Вот кораблекрушение, он пробегает мимо и говорит, а вы плавать умеете, профессор? Не умею. Ты всю жизнь потерял. Будучи верующим, я ничего не теряю. Так у меня друзья во всем мире. Вот мой ютуб, у меня 18 600 роликов. 42 миллиона посетителей. Это я сижу, это мой, лично мой. Сайту нет равных. Как вам с каналом еще раз понравилось? Канал называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Во свете, свет. Ну можно поставить еще открытым оком. У меня книги так называются «Открытым оком». Во свете Библии Игнатий Лапкин. К слову сказать, Игнатий Лапкин, запишите, вы можете по скайпу выйти на меня, я вам все ресурсы скину. Игнатий Лапкин. Вы этот диалог можете не выкладывать? Я не хочу просто. Нет, конечно. Никак. У нас все записывается, у нас сразу все уходит. У нас работает целая администрация, я сам-то не ставлю. Ничего не было плохого, вы не матерились. Вам не стыдно само себя посмотреть. Я вот согласен, подождите секунду, я с вами согласен, что вот насчет разводов, насчет браков, у вас это все правильно, я согласен, так должно быть. К сожалению, система современная нестабильна в этом вопросе. Но здесь дело не в Боге, потому что здесь много тоже верующих живет, кто разводится. Не сводят, у нас не разводятся. У мусульман не разводятся, как мы понимаем. У нас община зарегистрирована православная. Нет, вы не считаете верующими, кто разводится. Но я вам отвечаю коротко. Нет, они же тебя помню. Понимаете, у нас ни матерка нету, ни табачного дыма нету, ни алкоголя, у нас ничего этого нету, руганий нету. Мы все родные братья. Я приехал по Америке езжу с обрядами, приехал в мусульманскую республику, в Чечню не ездите, мне говорили. Мы несколько раз были, Турцию прошли, нас обнимают и к себе заводят. Мы у мулы ночевали, в мечети молились, в комнате для намаза нам открыли. Мы разулись и молились о мире Дагестану. Неверующий, кому он нужен? Кто с тобой разговаривать будет? Ты только отвернулись и шапку украл. Ну не вы, я имею в виду безбожник. Нет, подождите, смотрите, есть вот такой, допустим, давайте я вам приведу пример. Знаете такого человека, как Владимир Познер, допустим? Ну, еврей, насмешник. Ну нет, но он же неверующий. Неверующий, совершенный безбожник, хулитель. Ну, он очень, он ваш, наверное, ровесник, даже поставил. Не знаю, мы не встречались. Нет, ну он же, его много людей, кто уважает, и он известен. Меня это не касается. И для него Библия не является святой книгой, откровением Божьим. Всё. Я больше ни о чём с ним не буду говорить. И он сидит, над всем насмехается. Это не смехотворство, а смехачество называется, присущее одному народу. Он не насмехается, он просто свою точку зрения говорит. Ну, вы на каждое слово ответ даёте. Я вам спорить не буду. Один раз возвестил. Запомните выражение. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Один раз. До сегодняшнего дня вы могли говорить. А на суде Божьем вы уже не скажете, что не слышали. Иисус умер из-за вас. Его кровь проливалась из-за вас. Меня звать Игнатий Лапкин. А вас как? Меня Олег зовут. Олег. И Олег. И за вас Христос умер по любви. И руки распростёрты для объятий. Покайтесь, говорит, и веруйте в Евангелие. Ну, как бы, я, знаете, какого мнения считаю? Если это всё правда, то я зачем тогда... Нет. Вы хотите сказать, если человек, если это правда, он же должен простить тогда? Правильно? Кто простить? Что простить, если вы не простите прощения? Вот, допустим, человек неверующий, да? Да. Допустим. Если он умирает, он же не по своей воле неверующий. Иисус должен простить ему? За что? Он волю Божию нарушил, отверг закон Божий и должен простить. Он и не просил прощения-то. Ему оно не нужно. Нет. А если он потом... А за гробом покаяния нет. Вот заметьте, у нас центральная книга, вот эта Библия, которую показываю, в этих корочках, 77 книг. Тут большие, бывает на одной странице 77. 27 Новые Заветы, 50 Ветхи. Из них 11 неканонические. Это надо хорошо запомнить. И вот 13-й и 52-й псалом начинается так. «И сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Это 3000 лет назад Давыд сказал. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Точка. Они развратились, совершили гнусные преступления, не делающие добро. Нет ни одного. 3000 лет назад. А с той эпохи, 3000 лет назад, нет ни одного произведения, которое так бы считалось. Столько считалось. И мы ежедневно молимся по псалтыре. Католики считают все. Мусульмане считают. Почему? Потому что еврейский народ из 286 наций, богоизбранный. Один народ. И мы должны прислоняться к его шатрам. И Афет поселится в шатрах Сима. Почему тогда евреи исповедуют иудаизм? Не все. Многие христиан, которые приняли и в конце мира, они примут. И над всем миром будет один правитель еврей. Границ не будет, денег не будет. Вот эти щипы только показал данные. И он будет царствовать. Три с половиной года или 42 месяца. Это в 13 главе апокалипсиса написано 26 тысяч лет назад. И когда, по-вашему, будет апокалипсис? Апокалипсис уже вплотную мы подошли. По всем признакам. Господь показал. Показал, какие будут признаки. Когда будут говорить мир и безопасность, внезапно придет пазбуга, пагуба, как муха постигает имеющую в очреве. Не продать, не купить нельзя быть, кроме того, кто имеет начертание зверя, которое 666. Сегодня на каждой покупке штрих-коды, и везде 666 выделено. Стали спрашивать, когда исследования были, написано суд над Антихристом. В одном городе прошел суд, и разрешили христианам православным не брать. Не менять документы, в статистику не входить. Официально. А вот вы говорили, что там у вас какое-то поселение есть, да? Да, мы строим с нуля 28 лет. Православное поселение. Алтайский край, Мамонтовский район, поселок Потеряевка. 150 километров от Барнаула, 4 километра от железной дороги. Нет, сколько у вас там человек живет? Да не важно сколько, главное, что все верующие. Поселились двое. А потом стали люди приезжать. Мы первым делом получили регистрацию в краевом отделе. Краевая администрация вынесли решение восстановления Потеряевки. Ее 20 лет не было. Это по типу как Герман Стерлигов? Да что Герман Стерлигов-то, это главный разрушитель. У него ничего нету. Слобода. У него ничего нету, ни церковь не ходит. У нас храм. К нам приезжает митрополит, митрополит Алтайский, Сергий Иванников, со священниками. Служба идет. Сергий Иванников, он тоже верующий. Ну ничего нет у него. А то даже он горбанул эти миллиарды-то в свое время-то. А теперь трясется над ними-то. Лохов разводит вас таких. Так он же все уже потерял. Он разрушитель. Он ни церковь не признает. И дети, наверное, крещеные, и сам. Один где-то епископ есть. Вот ему надо недорожевой хлеб. А когда стали делать, это не все. Главное соль. А соль где? В одной шахте добывают. Но я сказать не могу. Чтобы у него покупали по 500, по 1000 рублей булку. Вы что, слепые? Библию не признает. Летоисчисление не признает. И главное, что нужно сделать? Собрать всех ученых и расстрелять. Электрические станции всем взорвать. Ну что, нормальный человек? И вы рты разъянули, слушайте этого главного разрушителя. А дочь учится в МГУ. Школы уничтожить. А дочь учится в МГУ. Он не может сделать, чтобы жена щелку не подстригала. Даже этого не может. Понятно, я вас понял. Это вы здесь, короче, эти темы освещаете, да? Да. Я отвечаю на вопрос. Мне одновременно пришлось вести занятия в пяти институтах, тринадцать школ. Все отделы милиции за мной. Городской и краевой ОВД. Школы. Говорю, эти воинские части. Три радиопрограммы регулярно. Заводы, паблики. Это Бог так сделал. У меня нет образования ни духовного, ни гуманитарного. Я самостоятельно все изучал. Какая ваша цель? Цель та, чтобы людей привести ко Христу, чтобы они в вечности были со Христом, и чтобы исполняли заповеди Христа, рожденные свыше, и вводимые Духом Божьим. А? Вы проповедник, получается? Я проповедник-миссионер. Пятьдесят семь лет стажа. Вот мы, когда книги у меня вышли, тридцать восемь томов в бумажном варианте, но еще семь в интернете есть. Там мои стихи, четыре тома по восемьсот страниц. Мы проехали до Владивостока с Барнаула, потом до Лиссабона. Повторяю, посетили Прибалтику, Скандинавию, шестьсот пятьдесят городов. Я много по Америке ездил. Мне радостно, сколько людей обратилось. На стадионах приходится выступать, в библиотеках, в храмах. И мы видим, как меняются люди. Вот представьте, я утром, ну ночью я стою, молюсь в камере, а в это утром ко мне заключенные обращаются. Вот вы не оборачивайтесь. Вы вчера ночью молились, семь человек уже становились сзади, а я только один день у них пробыл. Мы тут, а другие собрались, еще там человек десять, на верхней шконке, ну этажами эти, кровати как называется. И мы решили не курить. Мы и табак собрали вместе, и в унитаз, и там смыло. Понимаете, вот я зашел в камеру, 70 человек. Места в три раза меньше, они по вахту. Один спит, другие двое там ходят или сидят где-то. Вот так. Дым не видать. Я только зашел. Вот заметьте, я не верующий был бы. Я зашел сразу, кто? Чего? Я только за порог, дверь хлопнула за мной. Я перекрестился. Мир дома сему. Зашевелились, подходит один, там вор в законе, шестой ходкой идет. Подошел. Отец, а ты откуда такой? Я говорю, из Барнаула. Так ты и в Кемерово был, и в Новокузнецке? Поэтапу иду. Ух, так все. А за что ж тебя взяли? Я говорю, 190 прим статья. Так все, мента грохнул где-то. Это 190, это 190 прим. А как она звучит? Я говорю, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественное государство и строя СССР. Ух, такой статьи не слыхал. Я говорю, а вы хотите знать? Вопросов нет. Я говорю, у меня с собой новый завет. А отбой у нас во сколько? В 10. С 8 часов будем заниматься. У вас есть некурящие? Три человека. Разобрал он тут три человека. Тщательно мойки руки. И вот в 8 часов я даю им Евангелие. Все замерли, он всех предупредил. Никто, чтобы не курил, не разговаривал. Там ты не будешь догордебачить. Там живо рот заткнут грязными портянками. Полное молчание. Открываются камеры. Охранники стоят с первого, со второго этажа. И я каждый вечер проповедую два часа. Обращается один, второй. Следователь принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. А я по КГБ иду. Один следователь КГБ стал священником. Я могу показать это все. И при том, в книгах написано. А нас фильмы сняли. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. Предчувствие. И второй фильм обо мне. Златоуст из Потеряевки. Первое место в России занято. Документальный. Без артистов. Будь неверующим. Еще бы этого не было. Ни деревни, ни детского лагеря. Ни книг, ни миссионерских поездок. Меня туда не тянет. Где я был? Я реабилитирован. И стал судиться. А судиться-то не за две копейки-то. Государственные нормы, они даже мне 11 миллиардов. За то, что я создал самую крупную в мире фанатевку. Я делал переводы, надо с разных языков. И что? 11 лет идет суд. И наконец, президиум Верховного Суда СССР, Амелина, отменяет все решения. Начать заново. И вот собирается прокурор края, генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович, там, мэр города Барнаула, входящий в десятку лучших мэров России, Баварин Владимир Николаевич, побеседовали, ТЭН, ректор юридического там какого-то университета или академии, и говорит, ну Лапкина мы все знаем, руки-ноги ему не вставить, как меня пытали, крутили, что у меня было. Давайте решим до конца дело. И решили. Вы ушли, нет? А? А что-то подскочило такое. Я не задевал ничего. И решили. Я выиграл этот процесс. Все молились здесь, за рубежом, везде молились. И Бог это сделал. Но заплатили одну двухсотую часть. И платить нету. Нету. И Бог дал такого судебного исполнителя, Пчелкина. Она объявила, пока с Лапкиным не рассчитайтесь, ни один бюджетник ни рубля не получит. У них власть, оказывается, большая-то. И они тогда начали со мной вести переговоры. Я говорю, если денег нет, нам нужно недвижимостью рассчитать. Нам негде молиться. Мы отдельно православный храм решили сделать со всеми порядками. У нас ничего не продается. Ни за что деньги не берутся. Включили десятину. И вот. А сколько надо? Ну, я показал, как сидим там где-то и прихожие. Сто метров квадратных-то. Мне дали 226. Два дома. В центре Барнаула. Частный домик. Рядом опь. Красота. Понимаете? Будь я неверующий, что бы было. А я все отдал. Там живут бесплатно. Тут вот по церкви подал бесплатно. У меня вообще ничего нету. Меня ни в чем никто не упрекнет. Вот знаете, десятина. Это десятую часть от заработанного. Я обязан отдать священцу. Ну, сто рублей десятку. Я просто говорю. Хвалясь моим Господом. А это было 23 года. Я работаю на корабле. Поступил в училище на штурмана. Добиваюсь разрешения сдать экзамены. Все на английском, немецком или французском языке. С выходом за границу. И в это время меня Бог находит. В это время. Я понял. Все мои знания это труха. И в руках у меня оказывается вот эта книга Библия. И я ею занимаюсь 57 лет. Я когда услышал платить десятину. А я сильный, здоровый, служил в морфлоте в ракетных войсках. Говорят, какая-то беда была. У меня нет беды. У меня деньги. У меня все есть. Но меня Бог сохранил. Я в старобряческой семье родился. Без священства. Что нельзя воровать. Нельзя материться. И нельзя иметь дело с женщинами. И меня Бог от этого сохранил. Это влияет на мозги очень сильно. Бог нашел меня и засеял там. Я отмечаю сейчас пока. Я первый раз услышал десятину. Вот представьте, молодой человек. Я уже с бородой был. На корабле работаю. На Балтике. Город Венспес, Латвия. Я внутренно решил. Господи. Я так возлюбил Бога. Девять десятых буду платить. Сот заработаю. Девяносто отдам. И я так прожил 57 лет. Поэтому пришлось работать всегда. На двух-трех работах. Я до армии закончил строительный техникум. ПГС. Пробычное гражданское строительство. Семья вся пролетарская. Отец без руки с фронта. Три дяди по матери погибли на фронте. Ну, то есть, проверили и в ВВД направили. Строго режимный лагерь. Вот Бог так делает. В армии тяжело, трудно. А я был военком и готов просцеловать. Работаю 7 месяцев. Мне одного выходного, две смены. А я, ну, что там, 20 лет мне только. И Бог провел меня вот таким путем. Говоря о Боге, я трепещу от страха. Почему не соседа моего избрал Господь? Незнакомых моих. Вот у меня небольшой такой, сказать, контингент. 42 тысячи подписчиков. Но это подписчики не просто так. Они спрашивают. Они стараются помочь. Вот мы в поездке были, мы крестимся рукой. А сектанты, баптисты, они не крестятся. И там, когда мы в Балтику переплывали, и ждать надо и вверху, можно было подключиться к интернету. Гляжу, в Великобритании. А мы проехали все страны. Шенгенская у нас виза. И отдельно Англия не входит в Шенген. Под Ла-Маншем. Баптисты стоят с детьми и молятся, и рукой крестятся. Это чудо было. Сектанты. Они еще не встретились, они уже православные. Это Бог так делает. Дает власть над людьми. Какой? К добру. К свету. Вот у нас, где бы ни были, палочка к двери, и все в деревне живем. Вообще замков, ни одного замка нет. Только далеко уезжают когда. Все свои. Но вот кто-то проехал ночью. Там стоят у нас заряжать эти баллоны с газом. Все подметут. Ничего нигде нет. Велосипед, канистры с бензином. Все своруют. Сколько воров переловили. И за каждого вора ходатайством, чтобы его не судили. Пришли ночью. 300 литров снялили. А мы с нуля.